Итак, я перегнал выживание под стил 2 емкости по 50 литров и получил спирт из сырца 26 литров. Спиртозность 48 градусов. Сейчас разбавлю 20 и начну перегонку в режиме ретификации. Я разбавил, получилось 46 литров спиртозностью 25. Сейчас по калькулятору посчитаю, сколько голов, хвостов, тела я получу. Итак, собрал я аппарат в режиме ретификации. Смотрите, внизу добавил нижний узел отбора. Это для отбора хвостов в течение всей перегонки. Далее поднимаемся. Стоит диоптер. Под диоптером стоит мини-царго. К ней подключена электроника. Это так называемый сторожок. Старт-стоп. Отбирать придется много. И чтобы не сидеть, не караулить, собрал такую автоматику. Все, аппарат прям вошел целиком в вертикальные сборки. Прямо как здесь и стоял. Значит, сейчас я его разгоняю. Включен теле. И включена плита. Общая мощность 6,5 киловатт. То есть, как только разгонится, переведу режим работы сам на себя. 20 минут погоняю. И потом начну отбор голов. 83,6 градуса. Вот сейчас прям лавинообразно. Расскаканула температура здесь вот, в середине аппарата, в сергине царк. Я, значит, выключил ТЭНы и оставил на плите индукцию 1300 ватт. Значит, еще до верха не дошло тепло. Вот как бы это уже сейчас пойдет. Значит, царги у меня забиты. Стоит пыш и забиты испоянки. И верхним, и нижним. Поэтому и температура здесь в кубе прогрева была такая большая. То есть, обычно я начинал, по-моему, на 75. Ко-моему, на себя работала. То есть, я первый раз делаю огромную перегонку на этом аппарате. Ну, сейчас посмотрим, что дальше будет. Пока так. Начала расти температура вверху. Я сейчас показываю 56,4. Вот, 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 флегма, вот видно, бежит в стакане. Что-то так не видно. Значит, сбрасываю мощность до 1000. И все, и переходим в режим работы на себя. 20 минут. Значит, и того, что мы имеем. Значит, вверху 71, 72,3. 72,6. Вот, растет температура. Она, главное, интересно, лавинообразно. Стала на месте там 30 раз, как скаканула сразу. Ну, потому что давление создалось. Через сетку Панченкова и проще, чего. Через ПМ тяжелее. Значит, в середине у нас температура 78,3. Значит, вода на выходе, вот, где 9,9 градусов. Значит, здесь внизу у нас на нижнем узле 85,8. Значит, в кубе 83,9. Значит, мощность киловатт. 20 минут сама на себя работала. Капельный отбор. Чего можно побыстрее сделать. Значит, для того, что мы имеем. Значит, плита мощность 1,3 киловатта. Кузель температура 84,2. Значит, в узле нижнего отбора 85,3. Значит, здесь вот тоже по капельный отбор. Значит, капель чуть меньше, чем в секунду. Значит, в центральном узле 77,5. Значит, отсечку выставил 77,7. Когда температура будет 77,7, то клапан перекроет отбор тела, потому что в чашке находятся хвосты. Значит, температура воды 10,7 нормально. Значит, верхний узел температура перед верхним узлом. Вот, 75,5. Ну, пока так. 900 миллилитров. Еще осталось 100 миллилитров голов отобрать. И все. И перехожу к отбору тела. И вот, смотрите, за время, что отбирал голову. Видите, какая-то мутная жидкость. Сейчас она такая вонючая. Такая сильно-сильно вонючая, ароматизированная, что ли. Это хвостики. Вот идут потихоньку эти хвостики. Значит, что у нас сейчас? 85,9. Это внизу сама, передушная вода, в узле отбора. Господи. Так, здесь у нас 84,9 в кубе. Здесь 77,6. Вода 11,2. Кстати, интересно. Воду только начинал уменьшать. Уменьшил. Значит, температура выросла 21. И здесь тоже выросла температура. Поэтому вот эта температура очень сильно зависит от воды. То есть, если вы работаете с малым напором, то здесь будет другая цифра. Даже по головам будет другая цифра. Ага, плита отключилась. Вот. И здесь у нас сверху 75,8. Ну, все. Сейчас потихонечку будем закругляться с головами. И перейдем к телу. Значит, средний. Показывает 76. Сейчас будет 75. То есть, прыгает уже 75. 77,5, 77,6. Это говорит о том, что все. Подходит. Головные фракции уходят и подходят фракции тела. Как раз все как по расчету. Значит, вот эта температура, это у меня выход меряет воды с холодильника. Там стоит датчик врезан. Это он, тройничок. Вот, тройничок, видите, есть стоит датчик. Издавление там небольшое. Поэтому на исходе ничего не капает. Очень удобно. Не надо пальцем все время трогать теплая вода или холодная. Ну, показывает. Все. Сейчас вот еще осталось, еще осталось, наверное, 20-30 миллилитров и все. И начнем отбирать его. Вот уже стабильно показывает 77,6. Отобрал литр голов, значит, все. Переключил на тело, уже загорелся стал. Переключил на тело, значит. Сейчас отрегулирую поток. Посмотрю спиртуозность. Вот, видите, температура, то есть увеличил мощность. Клапан даже срабатывает. Сильный поток большой. Значит, ну все. Здесь сверху 75,8. Внизу 85,1. Здесь в этом узле 86,7. Значит, идет 94. Не получается 96, не знаю. То есть, смотрите, что я долго регулировкой сделал. Все-таки отбор надо вести на максимальный. Ну, как можно ближе к максимальному. Это 2,9 киловатта мощности. Иначе наступает перегрев в колонии. Срабатывает контактор. Перекрывает доступ тела в банку. Значит, вот температура стабилизировала. 77,9. То есть, вот эта температура сейчас в тело. И стоит довольно стабильно. До этого пока температура, пока мощность нагрева была низкая, она тут не оскакала. Вообще не знаю так. Значит, сверху 75,9. Не вижу здесь. Значит, в кубе 86,1. Ну, смотрите, какая мутная. Вообще мутная, вонючая, какая-то жирная. Цвет такой неинтересный. То есть, это реально такие прям вонючие хвосты. Представляете, они бы сейчас там были бы. И потом, все это дело пошло бы вверх. Так что, хорошая идея. Это я вот тоже в ютубе подсмотрел. Ну, отбор в виду, как вы видите, не очень большая струйка. Такая, ну, приличная. Я даже сейчас буду мерить, сколько это получается в минуту или в час. Так что, вот так. Надо гнать все-таки на максимальной скорости. Иначе нам удачи не видать. Полазь за час 30 минут. То есть, полтора литра за 45 минут скорость отбора. То есть, спиртозность такая же. Вот, она 94, ну, может быть, за счет погрешности тепловой. Надо будет потом, завтра, когда она остынет, еще раз померяем. Значит, температура вот как встала, 77,9, так колон и стоит. Правда, вода вот встала 16,4. Видно, я уже поздно. Разбор пошел, большой пошел. Диоптер, видите, как удобнее. Видно, как флег постекает. Еще плюс одно удобство. Я на этом же диоптере и закрепил и прибор, и сам электромагнитный клапан. То есть, все очень удобно. Все получилось очень компактно. Так что, вот, можете так сделать. Вот, хочу показать, что колонна, видите, есть такие качания. То есть, колонна сильно высокая. И вот есть прям такая амплитуда. Она постоянно раскачивается, стоит. Хотя в рекламных роликах, как все говорили, ничего не качается. Качается. Ну, я не говорю, что это минус. То есть, она, скорее всего, так и будет качаться. Потому что, представляете, высота какая. Она с пола до потолка. Плюс там в котле что-то булькает все время, да. Поэтому так и будет. Ну, я бы не сказал, что это минус такой огромный. И так вот, клапан стал постоянно срабатывать. То есть, это говорит о том, что подходят хвосты. Ну, что, на эроотбор я на этом закончу. Значит, отобрал я 8 литров, 200 миллилитров спирта. Спирта. Значит, ну, вот, судя по этому спиртометру, 94 градуса. Ну, я думаю, что это 96. Значит, и вот здесь хвостов в течение всего перегона. Значит, где-то литр с небольшим. Значит, такая вонючая жидкость. Такая семушка прям у масла. Я думаю, я даже не ожидал, что такой фиг будет. Ну, подводя итоги, что хочу сказать. Ну, в принципе, мне аппарат нравится. Мощный и отбор мощный. Все сделано качественно. Ну, за исключением, говорю, некоторых нюансов аппарат хороший. Это не реклама. Это мое мнение. Все, вот такая веетра. Раз, и все, раз. Все, сторожок стоит, не пропускает хвостики. Ну, все, на этом заправляемся.